Детский сад «Жемчужинка» принимает активное участие в жизни города и района, не пропускают праздники и волонтерские акции, сотрудничать с общественными ветеранскими организациями. Здесь очень хороший уклон взят тоже на элемент патриотического воспитания. Ведь мы знаем, что патриотами не рождаются, патриотов надо растить. Это начиная с детского сада, школы, семьи, улицы, общественности. И этому вопросу здесь уделяется должное внимание. Актеры театра «Неугомон» и Одинцовского центра социального обслуживания населения в этот день сыграли особую роль. Для малышей бабушки и дедушки поставили сказку «Теремок». Неожиданный подарок дал старт праздничным мероприятиям, посвященным дню рождения. Прошедшие три года у нас были очень активные. Я надеюсь, что и дальше у нас так все будет позитивно и активно. За три года у нас, на мой взгляд, многое сделано. Самое главное достижение – укомплектован коллектив. Штат набран полностью. И это не просто занятые единицы, а это именно наши единомышленники, наша большая семья, за которую очень отрадно и переполняет чувство гордости. Надо отметить, что поздравить с именинами детский сад пришли многие. Причем подарки в основном были творческие. Одни пели, танцевали, другие посвящали «Жемчужинке» поэтические строки. В детский садик 39 с именем «Жемчужинка» ходят брат мой, старший Федя, и моя подружинка. Ей Катюша имя дали, в группу ходит на полдня. Мама с папой записали в этот садик именем. Подрасту вот за полгода, есть у взрослых мнение. Ждать осталось мне немного, хотя нет терпения. Год гуляю у ограды, проползла бы ужика. Мне садов других не надо, нравится «Жемчужинка». Детскому саду всего три года, но за это время удалось многое реализовать. Здесь появилась русская изба, работает сенсорная комната, в которой любят играть как малыши, так и дети постарше. В нескольких группах установлены интерактивные доски. Летом у нас был такой проект, транспорт. Мы разрисовали центральную лестницу. Замечательный педагог, воспитатель мой, Казачинская Эльвира Викторовна, она все лето трудилась над этим. Получилось довольно-таки интересно. Родители селфи делают на фоне наших стен. Дети с удовольствием рассматривают транспорт, начиная с подземного транспорта и заканчивая воздушным. Конечно, еще в дальнейшем много планов, много проектов. Надеюсь, что все у нас получится. Тесно взаимодействуют детские сады с другими дошкольными учреждениями. Педагоги проводят совместные мероприятия, семинары, перенимают передовой опыт у коллег. Мы с удовольствием приезжаем в гости к Марии Викторовне. Много мы учимся у нее. Очень много Мария Викторовна делает проектов. Вы сейчас, наверное, видели, да, когда поднимаетесь по лестнице, очень много сделано по ПДД, по транспорту, очень красиво. Все это делают руки человеческие. Воспитатели, дети, родители, все участники образовательного процесса тесно взаимодействуют между собой. Только вместе и сообща можно реализовать самые смелые и амбициозные планы. Жизнь все проходит, не ждет, если ты рядом, если ты близко. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.